Народный контроль Народный контроль Народный контроль Я хочу сказать еще раз, что система начала работать 17 апреля. Нормативной правовой базой для работы в системе является в первую очередь указ президента, который был подписан чуть позже 1 июня 2012 года, номер 408, о государственной информационной системе Народный контроль. Это очень важно, когда глава субъекта непосредственно актом прямого действия вводит данную систему. Это показывает ее статус, показывает очень высокий уровень, которому придает глава субъекта, президент Республики Торстан, этой системе. Чуть позже в августе было подписано постановление Кабинета министров номер 676 об электронном взаимодействии граждан, исполнительных органов, государственной власти, органов местного управления Торстан в системе Народный контроль, которая уже кристаллизовала сложившуюся культуру отношений взаимосвязей в системе Народный контроль, которые сложились на тот момент к августу. Следующий слайд, если можно. Следующий слайд, если можно. Я чуть позже об этом скажу. Это как раз наше небольшое улучшение качества работы системы. Запланировано к реализации 1187 заявок и еще работе 757. Я сразу хочу сказать, что пресс-релиз с более детальными цифрами для вашего удобства будет доступен у нашей пресс-службы для последующего использования. Следующий слайд, пожалуйста. Стоит отметить, мы взяли три муниципальных района. Это Нижнекамский муниципальный район, Альмейский и Зеленодольский. Мы видим, достаточно эффективно работают в системе, активно включаются в процесс отрицательные работы исполнительных комитетов от администрации Приволжского и Вахитского районов и администрации строительных и новосоединских районов. Я сразу хочу сказать, что не совсем правильно будет приводить отдельно Казань, потому что Казань – это практически треть населения республики. При этом здесь чуть дальше мы увидим, что большое количество заявок – это, в первую очередь, благоустройство и дороги. И в Казани, конечно же, самый высокий процент удельный асфальтобетонного покрытия на гражданина и самый высокий удельный процент благоустройства внутридомовых площадок, на которых живут граждане. На слайде видно, что в Нижнекамский исполнительный комитет из 214 заявок решил, то есть присвоил статус заявки завершена, 125 заявкам, и только одной присвоен статус мотивированный отказ. Аналогично по Альмейскому исполнительному комитету 450 заявок поступило, 217 заявок решено. По администрации Приворско-Вахидского районов вы видите 758 поступивших заявок. Я напомню, это объединённый район, только 258 решено, а к 334 заявкам присвоен статус мотивированный отказ. Олеги, начинаем. ГТРК Тарстан 1. ГТРК Тарстан Альпина Баташна. Роман Александрович, администрация Новосариновского авиастроительного района Казани, они больше отказывают, чем решают. Им как-то за это попеняют или они и так дальше не могут отказывать? Вы знаете, за эффективность реализации заявок нужно смотреть, во-первых, о каких конкретно заявках идёт речь. Нужно разбираться. Да, естественно, ведётся спрос. Значит, в конце прошлого года было принято решение о том, что в Кабинете министров Республики Татарстан есть ответственная команда, которая контролирует реализацию данных заявок. Они ведут соответствующую работу. Этот процесс нельзя, конечно, организовать моментно здесь и сейчас. Конечно, у муниципалитетов порой не всегда может быть средств. Ну, надо смотреть конкретно, о каких заявках идёт речь. Естественно, с них спрашивают, естественно, соответствующим образом мотивируют к тому, чтобы заявки соответствующим образом решались. Потому что мы не можем… Да, конечно, 43% заявок решается в целом в системе, но всё-таки это недостаточно. Очень важно этот ресурс не дискредитировать, очень важно не потерять доверие граждан. А доверие граждан – это обратная связь в форме реальных результатов. Поэтому работа будет усилена, да. Сколько всего министерств и ведомств отвечают за работу по заявкам? И что касается мобильного приложения, сколько человек скачали, пользуются? Не готов сказать, сколько пользуются именно мобильным приложением. Вы имеете в виду мобильным приложением услуги tatastan.ru? Ну, вот если открыть приложение, то здесь, в общем-то, есть такая возможность скачать как раз в App Store приложение услуги RT. Если у кого нет, я рекомендую. Запускается сейчас как раз на Android. Это приложение. И здесь, в том числе, есть вкладка и раздел «Народный контроль». Поэтому можно, в общем-то, сразу зайти, если вы зарегистрированы, имеете личный кабинет. Я рекомендую, кстати, всем пользоваться. Сейчас весна, нужно активизировать и собственную жизненную, и гражданскую позицию, и пользоваться системой «Народный контроль». Предоставляется, в первую очередь, конечно, для тех, кто зарегистрирован в системе. Поэтому можно зарегистрироваться, установить и оставлять заявки. По первому вопросу, извините, я не совсем понял. Как отвечают министерства и ведомства? Ну, практически все. Практически все. Кроме, наверное, комитетов, комитет по тарифам, который тоже входит в состав правительства. Все министерства имеют соответствующую роль в системе. Олеги, еще вопросы? Вопросов не осталось. В данном случае благодарю вас за работу. Брифинг зарубежит. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok